Валерий Николаевич, хотя, как известно, сейчас время такое, когда заседаний в большом зале Риги-Когу не происходит, но Риги-Когу все-таки работает и встречается, постоянно какая-то работа есть. Я знаю, что на минувшей неделе для вас одним из таких важных моментов была встреча гостей и сопровождение гостей из Пскова, российских партнеров. Вот не могли бы вы об этом рассказать? Что было, где встречались, кто приезжал? Ну, предыстория этой встречи, это начало фактически было в сентябре прошлого года, когда комиссия по охране окружающей среды посетила Псков, и мы тогда договорились о том, что, видите, на уровне государства это не идет так быстро, практически около 10 месяцев после приглашения руководителям Пскова удалось приехать в Эстонию. Мы договорились о том, что будет такой визит, чтобы рассказать о том, как у нас существует система вывоза мусора, как она работает, как происходит утилизация и так далее. Поэтому вот в этот вторник как раз глава Пскова, господин Цицерский, и конкретно вместе с мэром города приехали к господину Калашниковым, были и с одним из вице-губернаторов области Псковской, были в гостях для того, чтобы вот эту тему обсудить. Во-первых, состоялась встреча около полутора часов с членами комиссии, где вот такой непринужденной обстановки было рассказано о том, что происходит или происходило за 10 лет в этой области в Эстонии, каково направление, что в этой сфере сегодня сделано, и каковы и какие, наверное, цели. И потом чисто техническая такая была программа, два объекта, которые, мне кажется, действительно очень важны, поскольку я принимал непосредственно участие в подготовке, и хотелось показать именно комплекс по переработке отходов Рагнсельс, который существует в Таллине. Он перерабатывает около 110 тысяч тонн бытового мусора, бытовых отходов, и второй комплекс практически 220 тысяч. Вот в июне прошлого года вступил строить мусоросжигающий завод «Иру», который дает тепло, получает электричество с бытового мусора в Таллине. Поэтому вот два объекта, которые посмотрели. И, конечно, когда мы расставались, говорили о том, что следовало бы такое продолжение, особенно на европейские, нажимали на то, что на европейские деньги возможно в приграничном сотрудничестве находить, изыскать финансовые средства для того, чтобы продолжать вот эту работу. Конечно, я у гостей, гостям задал вопрос, ну как вы, говорит, да, мы, конечно, в таком хорошем видении вот этого работы, практически, конечно, объемы несоизмеримы, скажем, только с Апсковом и Псковской областью. Поэтому, говорит, нам надо думать и с нашими соседями, чтобы, может быть, думать о таком вот, именно о таком комплексе, поскольку город Псков дает где-то в год 50-60 тысяч тонн бытовых отходов. Вот мусоросжигающий завод, он перерабатывает 220 плюс 110. В Эстонии, может быть, кому интересно, вообще разговор идет о бытовом мусоре в районе 350-360 тысяч тонн. Так что вот те 160 с лишним небольших свалок, 167, если мне память не изменяет, сегодня идет разговор о 5-7 в Эстонии. Это, конечно, разительный скачок за эти 10 лет. И, может быть, действительно, мы многие не думали даже, что через 10 лет вот такое резкое произойдет количество свалок, потому что это, естественно, природа, это, естественно, наша среда обитания. Естественно, сегодня все равно действуют на окружающую среду, поэтому шаг сделан вперед, и мне было приятно осознавать о том, что действительно в этом направлении сделан скачок вперед. Конечно, большой вопрос на этих переговорах – это продолжение работы иловых отложений. Мы сегодня знаем, что в прошлом году практически нашей комиссии был подготовлен рапорт для депутатов о том, о состоянии дел иловых отложений. Они сегодня ведь на очистных сооружениях, как в Кухлояреве, как в других, скажем, самоуправлениях, это и Пярну, это и Хапсулу, это и Таллин, они, конечно, влияют на окружающую среду, это запах, о котором, о котором, ну, сегодня, давайте скажем честно, долгие годы в этом направлении работы не хватало средств. Сегодня как раз подходим к той черте, и в том числе в Кухлояреве. Есть обратное вот, значит, обращение жителей. Я его получил, я его передал, кстати, к сведению передал господину Петухову, я не отхожу от псковской темы, но, тем не менее, это действительно факт, который бы следовало, может быть, говорить. И следующий этап, как раз мы гостям из Пскова говорили о том, что у нас вот это на первом месте. Но это требует, опять же, очень больших капитальных вложений. Есть три-четыре пути, по которым уйти, и их они сегодня, экономический анализ, и сейчас вот идет сравнение для того, чтобы, что же выбрать, какой путь лучше. И с другой стороны, в следующем году открываются вот эти все фонды, которые как раз связаны с охраной окружающей среды, и непосредственно в Эстонии будет, я думаю, что вот следующий этап как раз связан с очистными сооружениями, которые и выдают на гора вот этот тыловый продукт, который издает или и дает, скажем так, запах. Вот, может быть, сегодня очень коротко, даже по посещению наших гостей, тем не менее, мы договорились, что группа специалистов, которые как раз познакомились на этой встрече, будут теперь работать над созданием вот этих совместных проектов. Жить покажет, что из этого получится. Спасибо, Олег Николаевич. Следующий вопрос, который я хотел бы задать, касается как раз законодательной деятельности в Эстонии, хотя сейчас новые законы не принимаются, но все равно работа над будущими законами идет. И стало известно, что правительство одобрило законодательную инициативу о снижении избирательного возраста в Эстонии с 18 до 16 лет. Ну, то есть, чтобы с 16 лет люди могли, подростки, скажем так, могли участвовать в выборах, голосовать за различных кандидатов. Эта инициатива продвигается реформистами и социал-демократами, особенно много реформистов среди депутатов, которые ее поддерживают. И если она будет принята, то это увеличит количество избирателей в Эстонии примерно на 24 тысячи человек. Валерий Николаевич, вот ваше отношение к этой инициативе? Я думаю, что само по себе даже выступление того, что это в основном коллеги из реформы и социал-демократов, оно говорит о том, что сегодня есть такое коалиционное соглашение по поводу движения такой идеи. Но ведь я хотел бы остановиться, может быть, несколько на таких ремарках по этому. Во-первых, это не что иное, как одобрение, скажем, правительства. Инициативы почти 30 коллег из реформы, часть социал-демократов подписали. Это не закон, хотел бы сказать, что сегодня будет разговор, потому что сегодня для того, чтобы это прошло, нужно два решения. Во-первых, два созыва Риги-Колла. То есть, если мы в этом раз примем, то следующий должен подтвердить, и тогда будут только выборы. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что сегодня ведь 16-18 лет, мне кажется, что все-таки в этом воззвании есть политическое решение, то есть есть политический популизм. Вот давайте мы подключим к избирательной всей системе, подключим вот тем, кому 16-18 лет, дать надежду, это где-то порядка 24-25 тысяч человек разговор идет, давайте мы их подключим. Если мы не напрямую, например, можем вас избирать, вот в следующий раз вы получите вот такое право. Что такое 16 лет? Значит, 16 лет это, давайте скажем честно, если человек получает политические права, принимать реальное участие во всей системе политической, социальной системе, экономической системе, то есть ему практически должны быть не только даны, значит, права, но и должны быть возложены все обязанности. Ну вот обязанность, например, скажем, да, тут же возникает вопрос, раз вы есть политическое право, почему 16-летнему не пойти служить в армию? Ну, давайте дадим оружие 16-17-летнему мальчику, который сегодня еще по нашим, опять же, опять же, эстонским законам заканчивает гимназию 19, скажем так, 18-19 лет. Всем идем в школу, плюс 12, 18, 18 лет. Значит, сегодня с 9 класса можно, например, предложить идти по логике вот того предложения, какое это дело. Значит, вот с 9-го, с 10-го класса надо идти служить в армию, давайте мы, наверное, пойдем туда. Теперь, мне кажется, что здесь почему больше попахивает популизмом, потому что, вот долго находясь у власти, скажем так, партия реформ, она ищет, мне кажется, ищет, ну, новые пути, что ли, да, воздействия на электорат, чтобы продолжать оставаться. Хотя, конечно, каждая партия старается пополучить какие-то плюсы, но здесь опять новый шаг. Давайте мы это сделаем, поскольку сначала один этап был, может быть, электронное голосование, о котором мы говорили, от которого отказывается большинство государств, а мы все-таки способны сегодня продолжать, например, продолжить вот эту, скажем, политику, скажем, электронного голосования. Будем дальше куда-то отсылать свои голоса, которые неизвестно, через какой компьютерный ящик, в принципе, на большом экране покажут, сколько у нас мест. Ну, давайте, скажем, вопросы, возьмем любой сферы, которые 16-летнего человека, значит, мы должны, если он имеет в политическом плане возможность голосовать, значит, давайте возьмем семейные отношения, значит, можно регистрацию брака перенести с 18, например, на 16. Многие вот сегодня, скажем так, согласятся с этим моментом, когда, например, формирование семьи произойдет уже в 16-летнем возрасте, хотя есть, конечно, случаи исключения, но, тем не менее, это не вся система, которая сегодня работает и так далее. То есть возникает масса вопросов, которые связаны с 16-летним. И поэтому, конечно, сегодня у реформистов есть надежда на то, что, ах, вот следующий созыв, вот мы примем сейчас, да, он останется вроде как на бумаге висеть, у нас есть несколько законов, которые перекладываются на следующий депутатский корпус парламента, а давайте вот мы оставим, в умах людей останется, вот мы ходатайствовали для того, что делаем. Я считаю, что надо разумнее подходить, и наверняка вот по таким вопросам, по таким вопросам, мы как-то боимся у нас в Эстонии проводить, например, референдумы, да. Вот реальный референдум, который не так много забирает деньги, за историю-то у нас было их всего на 3-4 референдума, вот такие вопросы надо обсуждать, прежде всего, вынести на референдум, и что скажут об этом большинство людей. Тогда мы будем, наверное, реально смотреть на вещь. А так у нас сегодня решают вопросы 100 человек парламента, да, с одобрением правительства, причем самое интересное, что не все ведь в парламенте за это голосуют, и ведь каким-то маленьким перевесом в 5-6 голосов принимаем такие очень серьезные вопросы. Поэтому давайте все-таки как-то больше, мне кажется, что здесь нужно спрашивать больше у людей, проживающих, и вот такие судьбоносные решения в государстве нужно принимать наверняка в общем референдуме, чтобы четко знать. Не так много, еще раз повторяю, не так много, миллион 300, если говорить об этом, что 300-400 тысяч, наверное, где-то мы возьмем на тот возраст, который не принимает участие в референдуме, практически будем знать, а не так, чтобы, в принципе, 29 человек реформистов, 10 там человек социал-демократов, решили бы такие судьбоносные вопросы продолжения строительства и развития нашего государства. Спасибо, Олег Николаевич. Еще одна такая партийная тема, и может быть, прозвучит несколько провокационно, но вот хотелось бы задать этот вопрос. В средствах массовой информации Эстонии и в обществе стал обсуждаться, так сказать, вновь вопрос, не грозит ли раскол центристской партии в связи с тем, что, ну, поводом для этого обсуждения стало голосование депутата Европарламента Яны Том, которое резко отличалось от мнения многих представителей партийных в Эстонии, голосование по вопросу об отношении к Украине, которое проходило, к конфликтам в Украине, которое проходило в Европарламенте. Вот, как Вы считаете, не намечается ли раскол какой-то? Да нет никакого раскола, просто есть мнение одного человека, депутатов, тем более поддержка, который получил, собственно говоря, поддержку. А с другой стороны, давайте скажем честно, что не так ли часто, ведь Вы слышите, например, когда сама система, скажем, да, депутаты должны, не только центристская партия, например, тот же Туна Келлан, тот же самый депутат, представляющий, или там бывшие депутаты, которые представляющие Евросоюзе, много они советовались, скажем, со своими партиями, да. А тут центристская партия просто поставила некоторые такие, аспектиптировала, может быть, вопросы, скажем, да, то есть по радикальным вопросам, вот нужен ли депутат, нужно ли, например, да, обсуждать или должна ли обсуждать кандидатура, или депутат, точнее сказать уже, кто работает от этой партии в Брюсселе со своей партией. И поэтому сейчас, я думаю, что здесь на высшем, скажем, говоря, на самом правлении партии, на высшем, скажем так, обсуждении взаимоотношений между депутатом, представляющим в парламенте, Европарламенте, центристской партией, госпожой нашей Яной Туна, в принципе, и это произойдут наверняка, или уже произошли какие-то, наверняка, собственно говоря, консультации по будущему, а раскули это какое-то, мне кажется, что, Игорь, вы как-то несколько... Ну, я стараюсь по-журналистски так немножко... Сгустили, вы как-то немножечко как-то это как... Сгустили краски. Да нет, никакого раскола нет, и я думаю, что, в принципе, все встанет на свои места, и выводы сделает, как руководство партии, и те, кто высказывал, так и сделает сама Яна Том, поэтому, ну, то, что у человека есть свое мнение, ну, простите меня, она же тоже представляет не столько свое, а десятки тысяч людей, которые отдали за нее голоса, поэтому у нее она в свободном выборе решений, как она будет себя вести, и сегодня ограничивать только вот так, вот ты должна сделать так, я считаю, что это тоже не совсем правильно. А то, что консультация, например, впервые такое возникает, ну, за столько лет существования, собственно говоря, значит, взаимоотношения партии и депутат в Европарламенте, скажем так, вот уже практически около 10 лет, но это как раз говорит о возросшем уровне политической, в принципе, дискуссии, политической жизни в государстве, и дай Бог, чтобы все депутаты, прежде всем, та же самая молодая Кавас, да, советовалась с реформистской партией, Яна Том, с центристской и так далее, так что будем посмотреть на это, продолжение этой ситуации в будущем, ну, о расколе я бы не говорил-то. Спасибо. Еще одна тема, которая касается как Эстонии, так и более высокой международной политики, все чаще стали сейчас говорить о необходимости размещения баз НАТО, военнослужащих НАТО, других стран НАТО в Эстонии на постоянной основе. Вот, как вы считаете, как вы относитесь к этим разговорам? Ну, в присутствии других войск на территории государства, я отношусь категорически, скажем так, против или отрицательно, потому что маленькая Эстония, наверное, не хотела бы видеть, и я надеюсь, что многие люди не хотели бы здесь видеть присутствие других войск, кроме, наверное, своего кайцелита и так далее. Это первый вопрос. С другой стороны, насколько это размещение придаст, собственно говоря, статус безопасности вот этому клочку земли 200 на 250 километров, который называется Эстония, потому что наверняка во всех этих военных картах появится, собственно говоря, объект, который нуждается, собственно говоря, в тщательном внимании на эту территорию. И, конечно, в случае каких-то, не дай бог, я мало верю в то, что это возможно сегодня в таком цивилизованном, в общем-то, мире, как сейчас, собственно говоря, такие конфликтные ситуации, это будет как раз полигон для боевых действий. И причем при нынешних-то масштабах, что такое 200 на 200, это большой полигон, собственно говоря, для, может быть, вот всей этой военной техники. Я бы не хотел, чтобы над моей головой, и думаю, что по нашей земле проходили бы те события, которые, например, проходят сейчас восточные Украины, об этом же надо сказать честно. И придаст ли, например, безопасности? Да, для некоторых чиновников, которые этим занимаются, особенно те, которые определяют военную доктрину, политику, у нас и до 5 не хотелось бы возвращаться, но к мысли того, что, видите, у нас даже президент, не спросив у народа, президент готовится сегодня к войне, готовится к войне. Поэтому я не представляю, что размещение войск НАТО придаст этому плочку суши земли, имя которой Эстония, коэффициент, скажем так, безопасности, росту коэффициента безопасности. Я думаю, что это не та тема, которую сегодня бы надо было размещать, которую бы надо было ждать, например, на высоком уровне. Я думаю, что сегодня благополучие, благосостояние людей больше придаст импульс развитию Эстонии и, конечно, внесет в умы и сознание людей больше, собственно говоря, и полезного, если мы будем этим заниматься. Спасибо. Теперь от таких высоких сфер политики хотелось бы перейти к нашей местным совершенно темам. И прежде всего вот такая возникает довольно острая тема. Это связанная с общественным транспортом. Как известно, после того, как в Кухлоярском регионе произошел переход на электронную систему отслеживания поездок, оплаты и отслеживания, стало возможно точно определить, сколько людей из разных самоуправлений местных ездит на общественном транспорте, количество поездок и направлений и так далее. Все это теперь легко отследить. И вот выяснилось, что прежние вот эти, о чем раньше много говорили, но теперь уже с цифрами конкретными было показано, что Ефийское самоуправление, самоуправление Ефийской волости дотацию для автобусного транспорта выплачивает гораздо меньше в сравнении с теми дотациями, которые выплачивают Кухлоярви, Кухловская волость и Силамя. И вот получается, что фактически, тема не раз поднималась, но тем не менее, я повторю для тех, кто может быть забыл, получается, что жители, фактически жители Кухлоярви, трех самоуправлений Кухлоярви, Кухловской волости и Силамя как бы оплачивают частично проезд жителей Ефий. И вот Ефийская волость не согласна пропорционально повысить дотацию на автобусный транспорт. Это создает такое неравное положение. И вот в связи с этим было принято решение отказать в льготах, в льготном проезде для жителей Ефий. То есть им придется, 7 августа, по-моему, это вводится новое правило, придется полностью оплачивать свой проезд. Несколько дороже получится им ездить на автобусах. Валерий Николаевич, вот Вы как относитесь к этой проблеме? Ну, эту систему я давно уже представлял и знаю, что раз в 5-6 по количеству собственно говоря проезжающих, да, тех, кто прописан на территории Ефий должен был бы оплатить, или Ефийское самоуправление должно было бы оплатить больше. Но не было, скажем так, четкого, ясного подхода. Поэтому после того, как в марте месяце начала работать эта валидаторная система, сегодня есть четкое представление, вот я еще раз повторю, четкое представление, кто сколько чего ездит, и порядка 22, если опять правильно скажу, 23 процентов ехенцев едет, пользуется общественным транспортом. И здесь ведь 4 самоуправления, о которых идет речь, это и Силамяя, это и Кухловская волость, и Ихви несут свою, простите, Кухлоярье несет свою, и Ихви в четверке в этой несет свою, должна нести свою долю, ну, скажем так, долю для организации общественного транспорта. Вообще по закону, по закону, который вот наше государство давно уже, собственно говоря, поставило эту систему, организацией общественного транспорта должно заниматься уездное правительство. Но в связи с сменой, тут старейшин, со сменой, собственно говоря, значит, обстановки, которая там у нас сегодня, скажем, там же и в уездных правительствах, оно эти по историческим накатанным путям организации вот этого, поскольку это для Ихви, может быть, Кухлоярье, и Силамяя не так важно, для Кухлоярье очень важно, поэтому этим всегда занимался Красноярская городская управа. И сегодня четко встает вопрос о том, что если сегодня 22,23, собственно говоря, значит, процента людей ездит, то должна быть несена сумма, не 20 тысяч, которые оплачивали эти годы, а последних 3-4 года Ихинская городская волостная управа выносила именно эту цифру, она должна цифра быть порядка, значит, в 5, практически в 6 раз, наверное, сейчас я не готов вот так по цифрам сказать с точностью до 1000 евро, она должна вносить больше. И для того, чтобы люди бы чувствовали более комфортно, каждое местное самоуправление идет на свое представление, представление льгот, то есть цена не должна меняться, но льготы могут быть изменены к той или иной группе людей. Вот то, что касается, собственно говоря, значит, Ихи, то вот это, видимо, я не могу сейчас, опять же, ваши вопросы, Игорь, комментировать сейчас сразу, поскольку надо посмотреть документы, какие же там льготы будут практически сняты для того, чтобы, для того, чтобы, вот ситуация для тех, кто как раз проживает на территории, на территории Ихинской власти. А мне кажется, что здесь надо просто подумать и запланировать эти все эти вещи заранее и не делать вид, что это только проблема, например, Кухоярского, скажем так, городсовского собрания и городской управы. Мне кажется, что здесь логичнее было бы все вместе думать о том, чтобы было бы комфортнее и чтобы лучше, в общем-то, общественный транспорт работал, а не требовать только с одного самоуправления. Ну и больше того, давайте скажем честно, что многие ведь сегодня проблема одна из возникает, например, те, кто сегодня без билетов ездит, насколько сегодня фирма, которая обслуживает, способна контролировать, собственно говоря, поступление денег, которые... И тут мне кажется, что вот четыре самоуправления вполне реально могли бы вложить, вложить в едином таким порыве, посмотреть, чтобы у нас не было так, что у нас бывает, вот так как по некоторой информации, что у нас ведь практически по небольшое количество людей, которые едут просто без билета, потому как не на всех, на каждый автобус посадишь, например, контролера, который способен это контролировать. Чем больше будет доход вот в это общее дело и чем больше будет вклад, тем больше будет и льготнее работать транспорт для любой категории людей и в том числе и для тех, которые получают дотацию. Поэтому сегодня, мне кажется, что городское собрание вот уже неоднократно, насколько я присутствовал на некоторых заседаниях и на некоторых, скажем так, рабочих совещаниях по этому вопросу, оно делает все, чтобы для того, чтобы годами сложившаяся структура, годами сложившаяся структура, она бы сохранилась и людям было бы комфортно. Больше того, ведь перевозки из одной его самоуправления в другое считаются практически междугородней перевозки. Совершенно другие тарифы и над этим никто никогда не задумывался, но если это отдать в руки, я уверен, отдать в руки республиканских властей, в том числе, наверное, и нашему уезду, то цена будет совершенно другая. А между такими флэрами Вихви, это же разное самоуправление. Да, это будет один автобус, можно будет один автобус ехать из Ярвицкой части до Ихви, из Ихви будет, например, вахминскую часть, то есть самоуправление, скажем, между собой. И я думаю, что это вполне реально, и благодаря тому, что, собственно, Городское собрание с городской управой берет на себя инициативу, у нас сегодня существует эта система. Но ведь дотация одного самоуправления, она не беспредельна, поэтому и возникают моменты, когда надо думать о том, чтобы принимать участие. Я бы просто здравого смысла посоветовал Ихвинской волосной управе на будущее в организации общественного транспорта. Спасибо, Олег Николаевич. Ну вот время нашей передачи уже подошло к концу, не хватает, не получится нас обсудить другие вопросы, но ничего, в следующий раз, я надеюсь, мы снова встретимся с нашими зрителями и тогда продолжим наш разговор. А пока, всего вам доброго, уважаемые зрители, и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин